В прошлом году Владислав Крылов, блестяще закончив московскую школу, решил поступать в американский вуз. Меня очень привлекало американское образование. Я понимал, что мне, для того, чтобы стать хорошим инженером, это просто необходимо. Но главный вопрос, который у меня возник, нужен ли я Америке? И, как оказалось, очень даже нужен. Мало того, университет Джорджия Мессона, который Владислав выбрал, выделил ему стипендию 32 тысячи долларов. Прошел год. Мы решили навестить Владислава студента уже второго курса и попросили поделиться своими впечатлениями с теми, кто решает поступать в американский вуз. В нашем университете огромное количество общежитий. Это здание одно из них, но предназначен для международных студентов. Я проживаю именно в нем. Это обычное студенческое общежитие. Комнаты на двух человек, конечно, с ванной и с туалетом. Много уютных специальных холлов для занятий, для общения. На каждом этаже есть небольшая кухня. Здесь есть и столовая, в которой студенты питаются в зависимости от выбранной программы. Владислав выбрал антилимит. План, что значит без ограничений. Я выбрал этот план. Я скажу, что если питаться три раза в день, а то и больше, он экономит. Возможность получить высококачественное инженерное образование – вот что определяло выбор Владислава. Но, проучившись год, он скорректировал свои приоритеты. В моем понимании, современный инжиниринг, ну, в отличие от такого классического, где есть схемы, так называемые блюпринты и механика, здесь преобладает 3D-моделирование и менеджмент. То есть большую часть времени люди договариваются и люди делают 3D-модели. Возможно, это хорошо, я не думаю, что проблемы в инжиниринге, он стал более доступным, но мне привычнее карандаш, бумага и кусок металла. Я взял несколько курсов, которыми не был знаком вообще, в том числе дизайн, музыка, психология. Никогда раньше к ним не притрагивался, но сейчас я все больше склоняюсь в их сторону. С точки зрения пересмотра, я бы более углубился в дизайн и музыкальные технологии, потому что смесь инжиниринга и музыки – это прекрасно. Выбор профессии возможен на протяжении первых двух, а в некоторых вузах и трех курсах. Такова специфика американского образования. А можно выбирать не только классы, но и преподавателей. И студент признался, что были лекторы, которые ему не очень понравились. Потому что я не досмотрел, возможно, статистику профессоров. Все-таки очень важный момент при выборе курсов – это смотреть на профессоров. Есть много сайтов с отзывами, с результатами работы. Можно посмотреть их в портфолио, фактически как прием на работу. Один год обучения – это уже опыт, который, возможно, пригодится тем, кто решил уехать от дома за тысячи километров, чтобы погрузиться в совершенно новый мир получения профессии. Светлана Прудовская, Сергей Москалев. Настоящее время. Америка.